CS GO.net.in. Скины CS GO по низким ценам. Всем доброго времени суток! Ножи в CS это отдельный культ, и сегодня предлагаю посмотреть на складной нож с текстурой ультрафиолета, что не только выглядит необычно, но ещё и кое-что скрывает, о чём, если хотите узнать, досматривайте видео до конца. Ведь сперва его нужно где-то купить. Как вариант, на торговой площадке самого стима, что самый надёжный способ, но при этом и самый дорогой. Где за состояние, закалённое в боях, цена начинается от 17,5 тысяч, что просто невообразимая какая-то сумма, и это только минимум, есть и намного дороже. Так что логично, что хочется сэкономить. Для этого как раз и существуют разные маркетплейсы. Такие, как, например, Лискинс, где цена за эти перчатки уже составляет 12 тысяч, что, конечно, неплохо, но всё ещё дороговато. А потому для максимальной экономии я рекомендую сайт CS GO.net, где такие низкие цены достигаются за счёт вероятности выпадения скинов. То есть, выбрав какой-то скин, вы лишь увеличиваете шанс на его выпадение. Проще говоря, он может выпасть не с первого раза. Однако, в любом случае, сайт гарантирует, что без скина вы не останетесь, да и это позволяет добиться таких низких цен. Тот же раскладной нож в ультрафиолете, с состоянием закалённое в боях, здесь стоит всего 1150 рублей. Но, повторюсь, и выпасть он может не с первого раза, а, например, второго, третьего или даже четвёртого. Всё зависит от вашей удачи. И дабы показать, как это работает, я куплю его 5 раз, для чего мне понадобится 5745 рублей, которые можно пополнить на аккаунт любым удобным способом. От обычных карт, включая карты Мир, до электронных кошельков по типу Киви или Юмани и даже криптовалютой. Процесс самый стандартный, просто вписываем данные, которые просит от нас сайт и жмём оплатить. Однако, если вы не хотите вписывать данные своей основной карты, есть отличное решение. Сейчас в любом онлайн-банке можно буквально за пару минут открыть интернет-карту как раз для таких покупок, после чего переводить только необходимую сумму и ни о чём не переживать. Так что жму оплатить, и средства моментально поступают на баланс. После чего выбираю нужное мне состояние, позже расскажу, почему именно закалённое в боях, и жму купить. Оплачиваю, и с первого раза выпал скин для пистолета 5.7, с ценой дешевле, чем я заплатил. Но, как уже говорил, так сайт и работает, за счёт того, что кому-то могут выпасть скины подешевле, кому-то выпадают подороже. Так что здесь главное не останавливаться, я зачастую пополняю от 3 до 5 покупок, так что продолжим. Жму купить, оплачиваю, и со второго раза выпал уже скин для пистолета P200, но с ценой также меньше. Но по опыту могу сказать, что когда покупаешь такие дорогие скины, как нож, часто сайт и выдаёт сначала дешёвые, чтобы собрать необходимую сумму, и потом за раз выдать такой, который стоит несколько тысяч, поэтому не останавливаемся. Оплачиваю, и на третий раз снова выпал пистолет, с прикольным, кстати, внешним видом, как из каких-то полицейских фильмов, но нет времени рассматривать, нужно продолжать, пока нож не выпал кому-то другому. Жму купить, оплачиваю, и с четвёртого раза снова пистолет, такое тоже бывает не всегда везёт. Но так как у меня ещё остались деньги на одну покупку, оплачиваю, и вот-таки наконец-то с пятого раза выпал заветный нож, который к себе на аккаунт можно забрать в личном кабинете, главное указать правильную троиссылку на сим-аккаунт. То есть мораль, скины, конечно, выпадают разные, но чтобы получить что-то годное, нужно и не отступать. Так как я всего за одну покупку из пяти окупил все до этого вложения, получив скин дешевле, чем он стоит в стиме или на торговых площадках, ещё и в подарок получил несколько других скинов, которые можно или продать, или также забрать в личном кабинете и юзать в игре. Так что ссылочку на сайт, если хотите, также оставлю в описании. Ну и пора посмотреть, что же это за такой раскладной нож и что в нём такого интересного. Ну, во-первых, может хотя и банально, но в том, что он, конечно же, раскладывается и имеет уникальную анимацию, а во-вторых, за счёт ультрафиолетового скина напоминает такой же нож Ночь, только светлее с чёрным лезвием, которое заметно изнашивается в зависимости от флоат, который размечен от 6% в состоянии как завода, когда лишь на кончике лезвия и упоре для открывания видны царапины, и до 80%, когда вся рукоятка и лезвие утыканы разными царапинами и потёртостями, что хотя и уменьшает его цену, но отлично сказывается на атмосфере боевого оружия. Именно поэтому такое состояние я и выбрал себе, ибо крутой ножик всё же хочется. Ведь даже несмотря на свою стоимость, данный нож относится к рангу средней популярности и временами встречается на серверах. Ну а обзор на этом подошёл к концу. Благодарю за то, что досмотрели до конца, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать ничего интересного, ведь здесь выходят и гайды по настройке игры, и разные обзоры скинов, которые вы также можете предлагать в комментариях. Всем успешных хедшотов и до встречи в следующих видео. Пока! Продолжение следует...